Из месец святителя Иоанна Затаусова на Вознесение Ныне примирение у Бога с родом человеческим, ныне долговременно вражда прекратилась и продолжительная война окончилась Ныне наступил некоторый дивный мир, никогда не ожидавшийся прежде И кто мог надеяться, что Бог намерен был помириться с человеком? Это не потому, чтобы Владыка был не человеколюбив, но потому, что слуга не родив Не потому, чтобы Господь был жесток, но потому, что раб неблагодарен Задлежит знать причину прежней нашей вражды Чтобы Ты, увидев нас, врагов и неприятелей, удостоенными чести, подивился человеколюбию почтившего Чтобы Ты не думал, будто перемена произошла от собственных наших заслуг Чтобы Ты, познав чрезмерность благодати Его, не переставал постоянно благодарить Его за величие даров И так, хочешь ли знать, как мы оскорбили нашего Владыку Человеколюбивого, кроткого, благого и устраивающего все для нашего спасения Он имел в мыслях некогда совершенно истребить рост наш И так разъявился на нас, что определило погубить нас с женами и детьми, зверями и скотами и со всей землей Если желаешь, я тебе дам высушить самое определение Истреблю, говорил он, с лица земли человеков, которых сейчас отворил и зверей и скотов Ибо я раскаялся, что создал человека Бытие 6 глава А дабы ты знал, что он не возненавидел естество наше, но отвращался пороков Он, сказав, истреблюсь в лица земли человеков, которых сейчас отворил Говорит человеку, конец всякой плоти Пришел пред лицо мое 6 глава 13 стих бытия Если бы он ненавидел человека, то не стал бы беседовать с человеком А теперь видишь, как он не только не желал совершить то, что угрожал совершить Но еще оправдывался Господь перед рабом Беседовал с ним, как с равным себе другом И объявлял причину предстоящей гибели Не для того, чтобы человек знал эти причины Но чтобы, сказав о том к другим Сделал их более благоразумными Аминь Слава тебе, Боже!